Задача QR-кодов выполнена, ограничения можно ослабить. На заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом обсудили динамику заболеваемости ковидом в Прикамье и приняли ряд важных решений. Мы снижаемся в течение двух недель во всех возрастных группах. Исключение составляет группа 65 и плюс, где есть рост за эти две недели. Омикрон преобладает, заболеваемость по дням снижается, реже болеют дети. В целом эпидемиологи отмечают, тенденция по ковиду в регионе позитивная. Инфекция становится сезонной. В ковидных стационарах сворачивают койки. Медики говорят о более легком течении ковид-19. Идет на самом деле снижение числа госпитализации. Меньше нагрузка на отделение реанимации. Если максимальная загруженность было 30 человек, из которых 28 было на ИВЛ. Сейчас мы имеем 19. Они, правда, все с дыхательной поддержкой, но половина из них на неинвазивной вентиляции легких. Коллективный иммунитет, по оценкам Оперштаба, в Пермском крае приближается к 70%. Приивку от коронавируса поставили более 1 миллиона 350 тысяч прикамцев. Задача QR-кодов выполнена, считают специалисты. Потребности стимулировать вакцинацию больше нет, а значит и продлевать ограничения больше не требуется, полагают власти. На очередном заседании Оперштаб принял долгожданное пермяками послабление в противовирусном режиме. Предъявлять сертификаты о вакцинации и перенесенном заболевании в общественных местах больше не нужно. Я, конечно же, от лица Оперштаба хочу извиниться, может быть, перед теми людьми, которые получили определенные ограничения или неудобства в жизни своей, но это та мера, которая принималась в вынужденных условиях. Также в Перми и территориях края отменяется режим обязательной самоизоляции для людей старше 60 лет и требования о переводе на дистанционную работу части некоторых коллективов. Кроме того, снимается запрет на работу заведения общественного питания после 23 часов. Все послабления внесены в указ губернатора. Олег Романов, Татьяна Овсянникова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.